Всем привет! Так, давайте посмотрим, как меня видно, слышно. О, отлично! Так, хоп! Ну, что? 18.00, субботний эфир. Так, напишите, пожалуйста, в чат, как меня видно, слышно. Вроде бы микрофончик есть. Сегодня у всех море вопросов. Так, 10 из 10, отлично! Так, наверное, надо сделать одну вещь, вот эту вот закрыть. О, она мне мешает. Так, сегодня просто разберем ситуацию. Очень многие там начинают паниковать, кто-то, допустим, наоборот, позитивно мыслит. Наша позиция, ну, должна быть понятная. Что мы делаем, для чего мы делаем и куда мы дальше движемся. Потому что, так, сейчас посмотрю. Да, все отлично видно. Хоп, вот так вот, да. Супер! Первое, с чего я вообще, ну, какой сегодня у нас будет такой диалог, можно сказать, беседа, да. Ну, первый момент, я хотел бы разобрать, почему очередь остановилась. Второй момент, очень многие спрашивают, а что, а какие сроки вообще. Третий момент, что для этого нужно сделать, чтобы все мы конкретно дальше двигались в нужном направлении. И немного инсайтов, над чем мы работаем. Так, наверное, для того, чтобы начать такую длинный спич, самое простое, надо немножко вернуться в историю. Итак, первое. Как вообще зарождался DexRobinGood и для чего он нужен был? Да, DexRobinGood, вот как мы и оговаривали по дорожной карте, да, DexRobinGood, он создавался как рекламная площадка в перспективе с системой, с системой взаимного финансирования. Вот, а также у нас уже был готовый продукт XCoins, кто уже пользуется, поздравляю, кто не пользуется, советую пользоваться, потому что уже приходят сообщения некоторых даже партнеров, участников, Сергей, как купить, либо как продать криптовалюту. Огромное спасибо Елене Нашлевской о том, что она тоже помогает разъяснять простым языком. Кстати, даже дам такой небольшой спойлер, мне партнер написал, говорит, Сергей, тебя посмотрел, ничего не понял, Лену посмотрел, все понятно. Так что, Лен, огромное вам спасибо за вашу работу. Вот, мы запустили DexRobin, следующим этапом у нас было, это непосредственно мы переходили на смарт-контракт. Я даже со многими партнерами, с кем разговаривал, да, я говорил, что иногда даже для меня иметь под попой миллион, это, ну, там, финансов, это много. Почему? Не потому, что я не готов к этим деньгам, а потому, что, когда, ну, ты живешь, допустим, в обычном городе, да, там, в Беларуси, и когда у тебя, ну, есть доступ к миллиону, то это очень сильно привлекает внимание других людей. И мне это, конечно, ну, как бы и ко мне, и непосредственно к моей команде. И самым главным этапом, почему мы сразу немного свернули Xcoins разработку, да, по поводу веб-персии, я сказал, нам нужен смарт-контракт. Это, в первую очередь, защита всех участников, защита меня и моей команды. То есть, если ко мне придут и скажут, дай, пожалуйста, миллиончик, я скажу, друзья, максимум, что я могу вам предложить, зайдите на DexRobin, сделайте депозитик в смарт-контракт. Вот так вот вы можете получить немножко денежек. Вот, и поэтому по дорожной карте у нас четко было понимание, что вторым этапом мы идем уже в смарт-контракт. Третьим этапом тоже, как и обращались ко мне партнеры, да, и многие уже, кто обращался ко мне за рекламой, говорили, Сергей, когда будет реклама. Я объяснял, что пока мы не сделаем визуал, пока, ну, поймите правильно, да, вот давайте по чесноку. Переходим на DexRobin, три таблички. Стоит это, ну, знаете, так вот, что, что за сайт, боже ты мой, зачем это надо, то есть, ну, даже в таком формате. И по факту нужно было сделать конкретно визуал, для того, чтобы уже рекламные кабинеты были, и мы могли брать спокойно рекламу. Поэтому по дорожной карте у нас DexRobin, смарт-контракт, визуал, личные кабинеты рекламодателей и, конечно же, X-Coins вебверсы. Все это мы планируем достичь, ну, вот визуал уже, наверное, к окончанию нашего тестирования, бета-тестирования, уже будет к первому декабря. Что касается X-Coins, скорее всего, мы его будем делать, ну, успеем или не успеем, я не хочу давать сроки, то, скорее всего, мы запустим его до нового года. Что это нам даст, и почему мы так торопимся с этим, и над чем работает вообще команда, потому что многие спрашивают, ой, да, что там кнопочку сделать за три минуты. Я уже разъяснял людям, что такое сделать кнопочку. Ломать не строить, как говорится. Вот, следовательно, первое, X-Coins это наш профит, я думаю, все прекрасно понимают. Реклама это наш профит, я думаю, тоже понимают. И комьюнити, именно рост проекта, это тоже наш профит. Если кто не понимает, как оценивается бизнес по комьюнити, да, возьмите просто, откройте интернет и загуглите, сколько стоит бизнес, где там 100 тысяч участников, и сколько стоит бизнес, где 2-3 миллиона участников. Это оценка бизнеса. А следовательно, чем нас больше, тем мы сильнее. То есть, тем мы дороже. Для, ну, возьмите просто рекламу, дайте в гугле, в оценке, да, посмотрите, какие ценники. И просто повыбирайте от каких-нибудь блогеров, где там по 100, по 80 тысяч подписчиков. Они кричат, что у нас там 30% лояльного комьюнити. Я даже знаю группы, где в Телеграме там по 4,5 тысячи, реально там 20 человек рефералов. Ну, то есть, понятно, какой отклик, даже меньше 1%. То есть, это как бы даже не актуально. Вот. Итак, мы обратились к истории. Я разъяснил, что мы делаем и куда мы движемся. Теперь насчет очереди. Вот, многие заметили, там, кто-то переходил на смарт-контракт, кто-то говорит, я подумаю, там, и все остальное. И что я хочу сказать. Я уже неоднократно на всех своих и разговорах по душам, и непосредственно презентации Декст Робина, я оговаривал, что у нас есть очередность. Она составляет на секущий момент 3-4 года. Кто-то скажет, боже ж ты мой, это 3 года ждать, да. Я никогда не говорил, что это инвестиции. Я говорил, что это система взаимного финансирования. И на предложение, которое уже писали, так давайте мы просто возьмем и раздадим всем деньги, 27% не получат этих денег, потому что кто-то уже эти деньги забрал. Не мы забрали, а сами участники. Теперь я еще раз для всей аудитории акцентрирую внимание. Все из Декс Робин Гуда выйдут с деньгами. Обязательно выйдут с деньгами. То есть вы не думайте, что очередь остановилась, все, там скам проекта. То есть, ну, есть и такие мне писали личные сообщения. Я такой говорю, серьезно, ребят. Для нас вообще ничего не изменилось. Наша команда полностью заряжена и готова валить и днем, и ночью, и выходные дни. И даже сегодня выходные. Наша команда работает, я тоже на связи. То есть, в принципе, все трудимся. Вот, теперь, что произошло с остановкой очереди. Первое. Все депозиты и начисленная прибыль, они остаются в очереди. Но рекламные предложения не приходят. То есть, для тех людей, кто, к примеру, говорит, так давайте, там будет доходность, давайте вы дальше будете рекламу давать, мы будем ее смотреть. Смотрите, у нас сейчас подключен AdSense. AdSense дает, давайте так, от 2 до 5 долларов в месяц. Это копейки, по факту. Но это наша статистика. С этой статистикой мы и выходим к нашим рекламодателям. Но чтобы выйти к рекламодателям, что нам нужно сделать? Правильно, визуал и рекламные кабинеты. Следовательно, по очереди Dex Robinhood, вся очередь, она останавливается. Но она не остановилась на 3 года. Как многие там уже писали, все, 3 года, мы ничего не будем иметь. Она будет идти. Идет возврат из венчура, уже с понедельника будет. И возврат из венчура. Также у нас есть доходность непосредственно по... Ну, сейчас, секунду. Доходность непосредственно по смартфону. Кто смотрел смарт-контракт, у нас тоже там 3% комиссион фи. И напрямую указан кошелек Robinhood. Это значит, что те, кто вот, отвечая на вопрос, хотят, как мы можем помочь, либо что-то. На смарте очереди никакой нет. Человек сам выбирает, на какое время он захочет заходить. Я думаю, все это уже заметили. Давайте мы просто покажем демонстрацию, чтобы было понятно. Вот есть очередь Dex Robinhood и очередь смарт-контракта. Каждый выбирает на 10, на 90 дней, на 30 дней, на 5, на 7. То есть каждый сам выбирает себе удобный для него. Смарт-контракт работает по принципу стейкинга. То есть как вы троны стейкаете, так же сам работает смарт-контракт. Сегодня я покажу вывод своего депозита и обратную постановку отправки депозита в смарт-контракт. Следовательно, венчур и на текущий момент, пока нет у нас рекламных кабинетов, но мы над этим работаем. Я вам обязательно сделаю анонсик нашего сайта. Вот, а у нас деньги будут поступать на Dex Robinhood и будут выходить депозиты. На момент перехода, вот когда мы переходили с Dex Robinhood на смарт-контракт, у нас, допустим, было там около 800 тысяч. Да, но появились эти ждуны там или как я их, ну не знаю, да. То есть вот там давайте подождем, закончится. Понятное дело, любой, кто находился в Dex Robinhood, да, он прекрасно понимал, что у нас есть очередность. И если все подождут, то 27% участников останется в очереди. Вот, какой план вообще действий и что надо делать и куда мы движемся. Допустим, для себя и команды мы знаем, что мы делаем. Что делать комьюнити? У нас три варианта. Первый это комьюнити, как я и сказал. Второй это венчур и третий это развитие проектов. Вот, следовательно, те, кто, допустим, сейчас ждут или что-то, то поверьте, они завтра или через неделю обратно залетят на смарт-контракт. И каждый человек, который заходит на смарт-контракт, средства, 3% отправляются непосредственно в очередность Dex Robinhood. Поэтому очередь будет идти. Если кто-то хочет, допустим, поддержать, ну, к примеру, Dex Robin, там, либо что-то, да, такие тоже поступают очень много, ну, от партнеров и участников. Он может становиться в очередь Dex Robin, логично выпуская верхних. Но при этом, ну, там, допустим, мы, вообще, я планирую до нового года. То есть, это идеальный вариант, до нового года мы спокойно, ну, как бы, очередь Dex Robinhood перетекет на смарт. Плохой вариант, я, ну, не хочу, как бы, кого-то удивить, либо чем-то, это месяца 3. То есть, это не 3,5 года, это 3,5 месяца, может быть, не более. При том, что, что мы сейчас сделаем, да, давайте так вот, на чем это будет акцентрироваться? Сейчас мы сделали красивый визуал и рекламные кабинеты. Далее мы выходим на англоязычную аудиторию. У нас сайт будет переведен на английский, итальянский, испанский, грузинский, ну, русский, понятно, и еще украинский. Честно, я солидарен с Украиной, да, и мне очень жалко и моих ребят, которые там находятся, и также мне жалко ребят, которые уезжают туда на бессмысленные какие-то мероприятия. Вот, но вопрос в том, что на эти языки будет переведено. При этом будет пошаговая инструкция прямо на сайте. В три шага, где вы можете первое, второе, третье прочитать. Вы даже можете человека не знать с Германии или, там, может, на немецкий переведем. Например, напишите, какие языки нужны, и мы переведем на любой язык. А если вы умеете хорошо переводить, и вы являетесь носителем этого языка, ну, как бы, основной, там, немецкий, а, там, второй, дополнительный, русский, да, то вы можете мне в личку написать, и мы поможем, ну, так, переведем текста на удобный для вас язык. Следовательно, вы можете... О, секундочку, да, Максим понял. Ну, звук хороший. Давай я посмотрю здесь. Здесь все включено у меня. Ну, не знаю, Максим, я добавил вон на маке у себя тенден, видишь, на максимум. Вот. Следовательно, мы выходим на англоязычную аудиторию, и у нас уже есть коллаборации про подвижение. Я извиняюсь, тут три дня простывший был. Мы выходим на англоязычную аудиторию. То есть, это новая комьюнити, которая к нам будет заходить. То есть, следовательно, все, кто новый заходит, они заходят на смарт-контракт. Возможно, будет 2 миллиона, возможно, 5 миллионов. Если зайдет нам 2 миллиона, да, ну, действительно, у нас будет агрессивный маркетинг, ну, такой агрессивный, такой удар по продвижению, да. Зайдет 2 миллиона, мы 20-го числа уже все декабря к Новому году получат плюшки. То есть, от комьюнити что требуется? Понятное дело, очередь, ну, не каждый хочет становиться в очередь, чтобы там, ну, допустим, на месяц или на три оставаться. При том, что доходности нету по DexRobin, да. Но с 1-го числа у нас, как и оговаривалось, все по смарт-контракту идет так же, как и мы и декларировали. 5% по смарту, 15% за просмотр рекламы. То есть, по факту открывается вторая, можно сказать, защищенная очередь, которая первую просто выпустит. Что выигрываем мы? Мы выигрываем время, время, рост комьюнити мы выигрываем, и у нас уже продукты идут на рост. Это первое. То есть, по факту, каждый из участников может спокойно заходить на смарт-контракт и работать с ним. Так же это касается и ждунов, так же это касается и нашего реального комьюнити, которая действительно лояльна, да, и все, кто знает меня. Это от комьюнити, первое. Так же после запуска веб-версии, да, мы будем делать, скорее всего, внутреннюю даже конвертацию с подключенным API, для того, чтобы человек в X-Coins мог не просто купить, продать, там, допустим, USDT, но и тут же сконвертировать на биток и отправить куда угодно. Да, понятно, конвертация, там, кто пользовался другими кошельками, она будет, там, иметь какую-то определенную комиссию. Потому что API это, ну, прямая продажа по курсу биржи, да, вы не на биржу заводите, а прямо в кошельке. Если мы, как я и декларировал, что будем делать оборотку 100 тысяч долларов на P2P, а 100 тысяч долларов это не так много, 50 тысяч купил, 50 продал, или 70 купил, 30 продал в сутки, с нормальным комьюнити в 2, 3, 5 тысяч человек, да, у нас это будет от 1000 до 3000 доходов в день. Обменники где-то зарабатывают до 5% от суммы ликвидности. Следовательно, мы можем за 1 месяц от 50 до 70 тысяч долларов зарабатывать. Я говорю, это статистические данные, то есть это я всегда и в построении наших проектов и все, я сперва смотрю аналитику и по другим, ну, уже действующим бизнесам. Следовательно, второй момент, ну, первый это комьюнити, понятно, да, все могут работать со смарт-контрактом, это выпускает очередь DexRobin. Второй момент, мы из проекта XCoins, на текущий момент веб-персе разрабатывается нашей командой, мы будем с XCoins аналогично закидывать деньги в DexRobin. Даже в смарт-контракте прописан напрямую кошелек, можете проверить. Вот, третий вариант, это, конечно, венчур. Он тоже будет частично заходить на этот, на DexRobin.go. Но есть у нас венчур, как и в стейкинге, есть венчур под обязательства сроков. И по факту основу венчура мы будем выводить уже где-то апрель-май следующего года, до ноября. То есть мы хотим отказаться от венчура в перспективе и уйти только на доход по рекламе DexRobin, XCoins, доход по обменам, возможно, появится, вот такое предложение было, появится подписка в XCoins. Что это значит? То есть мы можем давать три рассылки в месяц. Ну, к примеру, да. Рассылка рекламного предложения. Если человек хочет, не хочет получать рассылку, да, ну это просто сообщение в личный кабинет. Если не хочет, он может там купить подписку за полбаса на месяц и не парится. На комьюнити, это, конечно, на большом комьюнити это, конечно, решает. То есть разные способы монетизации, валом их, какой будем добавлять, это уже второстепенный момент. Будем тоже советоваться с комьюнити, я всегда стараюсь, ну, советоваться со своей аудиторией, если что-то. Принимать решение понятно, но идеи черпаю иногда и в, ну как-то, дискуссиях и беседах нашего комьюнити. Вот, я думаю, ответил на все вопросы. Так, теперь давайте по поводу очереди. Вот она сейчас остановилась, да, у нас есть стоп на 20, там, на 30 тысяч. Для чего этот стоп нам нужен и почему мы его сделали? Возможно, всякие нюансы, также оплата реферальных, доходности. Поэтому стоп был выбран на 30 тысяч. Заливаются сейчас деньги на DexRobin и дальше двигаемся. Очередь пошла. Все, думаю, просто. Отвечу сейчас на ваши вопросы и уже потом покажу, как работать со смарт-контрактом. Итак, получается, эта яма с переходом была известна и кого-то нужно было перенести в жертву. На этот момент был скрыт изначально, чтобы не поднимать панику в комьюнити. Илья, паники в комьюнити как таковой-то и не было. Да, были определенные личности. Но, давай вернемся к моей первой презентации, которая есть в закрепленном сообщении. Я четко сказал, что по факту система взаимного финансирования присутствует в проекте DexRobin. При этом я сказал, что у нас в венчуре на текущий момент каждый может увидеть 3% наши. Да, можете зайти, посмотреть. Кстати, по ходу 3% сервиса. Кнопку убрали. Я, может, скажу, программистам добавить. Вот. У нас в наличии лично те деньги, которыми мы управляем, 170 тысяч. 20 в тронах. Можете проверить. Так, кстати, у нас еще есть люди, которые проверяют. У нас, если эти активы на текущий момент, они составляют 240 тысяч. Но есть обязательства, по которым мы не можем их тронуть. Как только мы первое можем забирать апрель-май, да, пожалуйста, мы обязательно об этом будем говорить. У нас для этого есть, ну, я говорил, что мы отчетные не будем каждый месяц. Я говорил о том, что мы будем делать квартальные отчеты. То есть раз за 3 месяца. Илья, отвечаю на ваш вопрос. Все прекрасно знали, что у нас есть очередность. Это было с первого дня запуска проекта. Это мною лично оговорено, всеми оговорилось. Вопрос в том, что я, когда мы переходили на смарт-контракт, говорил, вы можете переходить на смарт-контракт. Или дальше работать с Dex Robinhood. Да, я это оговаривал. Кто-то перешел на смарт-контракт, кто-то взял позицию ждуна. И если бы все дальше продолжали, то есть было два пути, как я и говорил. Первый, все перелетают на смарт, мы дальше движемся в этом же направлении. Второе, мы немножко попаникуем, остановимся и очередь остановилась. Какие вопросы лично, ну, как бы характера ко мне, что это яма с переходом. Все знали, что система, никто ваши деньги не забрал. Я лично их не забирал. Если кто-то, ну, понимает систему взаимного финансирования, то значит, что кто-то взял деньги. Он сейчас подождет, посмотрит и дальше будет работать. И вы свои деньги получите. С Робина все выйдут с деньгами. Я это анонсировал, я это говорил и я это еще раз подтверждаю. Да, в прошлый раз ничего не сказал, что люди застрянут. А, ну, я думаю, ответил. Вы с Ильей пересмотрите этот отрывок в одну минутку потом записи. Если что, то можете открыть мою первую презентацию. Так, не входить. Завел знакомый, Декс на один круг. Да, получил свои через пять, чтобы зайти на смарт. Так, пока не разобрался, как входить. Вы можете спокойно заходить на смарт-контракт. То есть, ну, смарт-контракт это защита. То есть, и от нас, и от вас. Что никто не может ломануть, и никто не может, ну, там, как-то повлиять на это. Вы говорили, что на старом Робине все будет работать и дальше. А после первого будет старый процент. Теперь очередь может растянуться на годы. После этого много новых участников придет. Так, Ксюш, объясняю, да. Участники придут. И достаточно много придут. Вопрос не в том, что они придут сейчас, сегодня, либо завтра. Смотрите, многие люди рассматривают любой проект, любой бизнес, да, как потерю своих средств. Я могу понять, да, я не люблю, честно, сравнивать с разными компаниями, да. Но донесу самую главную позицию, да, со своей стороны. Я, вот, допустим, я был в компании, ну, и нахожусь в компании Амера, да. Я был там амбассадором, да. В коллегиальном был, в фокус-группе был, да. Решением одного человека меня, ну, как бы, заморозили, мне средства до полного восстановления компании. Ну, по факту, да. Там более 70 тысяч долларов. Вопрос в том, что я не хочу, чтобы такая ситуация была на DexRobin. Я хочу, чтобы смарт-контракт, вне зависимости от моего решения, либо чего-то, он работал в дальнейшем, ну, как часики. Вот в этом вопрос. Теперь, так, вот я на один круг покручу кровно через 5 дней, чтобы зайти потом, ну, на смарт. Александр, отвечаю, очередь, даже если остановилась, это не значит, что выплаты остановились, все, их больше не будет на протяжении 3 лет. Мы из этой очереди можем выйти за месяц, за два. Но, если это, конечно, каждый решает сам. Если кто-то рассматривает, что DexRobin, все, Пермидос, там, полетели отсюда, вот, да, ну, то есть, такое же тоже бывает, да. Каждый может выбрать для себя правильное понимание этого. Да, если вы так считаете, ну, там, вот, сравнивать не люблю, но FTX, да, там, Амир остановился, там, много. Я, множество разных компаний, могу сказать, которые взяли паузу. Но это не значит, что кто-то закрываться собирает. Для нас и для моей команды вообще ничего не изменилось. Мы как шли по плану, так и будем идти. И очередь дальше будет двигаться. Так, вообще у нас в команде ни один партнер не паникует. Надо просто честно и полностью, первый, говорить лидеру своим. Тогда все будет спокойно. Да, согласен, Максим. То есть, ну, не нужно понимать это, как все остановка, да. Ну, давайте, вот, просто разберем позицию какую. Есть множество проектов на смарт-контракте. Даже тот же Стефан и все остальное. И есть четко прописанные правила. Сколько берет администрация, сколько на этом зарабатывает и куда движет. Где сейчас Стефан? Ну, что, Стефан. Где сейчас другие игрушки, там, типа, а-ля, курочки, овчики и прочие дела. Такого, по факту, нет. Следовательно, ну, что я хочу сказать. Наша позиция, это сделать крутую рекламную площадку. И аудитория, которая у нас есть, да, она уже мотивирована развиваться в блокчейн-технологиях. И мы к этому идем. И поэтому, так, одну секундочку. Одну секундочку, мобильничек. Вот, и поэтому мы к этому движемся. Так что для, ну, как бы участников или для непосредственно нашего комьюнити, по факту, остановка очереди, это не, там, я не знаю, не глобальная какая-то движуха. Это стандартные вещи, которые оговаривались мною постоянно. Так, депозиты, которые висят на выплатной сайте, будут без профита до выплата? Нет, Павел, все, что остановилась очередь, все с профитом будет выводиться. За это не переживай. Да, новую доходность получать не будете, но очередь остановилась. Каждый видит себя в очереди, все будет двигаться в этом ключе. Так, о, изи кухня, а мир 2.0. Ну, это круто. А что за BNB 2.0, я не слышал, честно. Но мы не будем запускать 2.0, 3.0. Нам хватает и стандартного Dex Robinhood. Так, добрый день, Ламба. Как звать в проект на смарт новых участников, если я свои выплаты так и не получу на старом Робине? Ксюш, не получила или не получите? Вот я хочу акцентрировать на этом внимание. Если вы считаете, что вы не получите свои выплаты, то не забите в Dex Robinhood. Если вы понимаете, что я говорю, а я, наверное, разъяснил более чем доступно, да, то пожалуйста. Так, думаю, ответил. Сергей, еще вопрос. Если очередь будет идти месяц, сколько процентов будет начислено? Также 20. По Dex Robinhood, после остановки очереди, я уже и первый, и второй, и третий раз говорю. Профит, который начислен, он и начислен. И с этим профитом будут выходить все депозиты. Нового там 20, 30, 50 просмотр рекламы отключается. Понятно? То есть тот депозит с профитом, который есть, вот он и будет выходить. Вопрос, он выйдет завтра вам или выйдет через там, не знаю, месяц. Но он выйдет именно с текущим профитом начисленным. Так, вопрос. Очередь депозиций за страшным старым никак не повлияет на вывоз с профитом со смарта. Давно делаю деп, указываю количество дней, получаю вопрос. Нет, никак. О чем? Это разные вообще кошельки. Понимаете, смотрите. Dex Robinhood это кошелек, да, допустим, у которого есть доступ. У меня, допустим, у программиста, да, там частично. Вопрос в том, что доступ к нему есть. А на смарт мы никак не можем повлиять. А, отвечая на ваш вопрос, а как на смарте будет в дальнейшем, если напрямую закинуть. Ну, у нас есть, кстати, там процентов 10. Вот самое обидное, что мы продумали в смарте, не продумали в Dex Robinhood. Наверное, мой косяк. У нас на Dex Robinhood были автоматические выплаты, да. А на смарте каждый заказывает сам. И были такие моменты, что у человека ломали кошелек, а ему выходит автоматическая выплата там в 3-5 тысяч долларов. И он такой, блин, вот так вот. А доступа у него нет. В нашем же случае, даже если кто-то потеряет доступ в своем кошельку, там у вас, да, то деньги останутся на смарт. Они не выйдут. Так, очередь депозитов. Так, Ксюш, не зови никого. Я сам, я понял, Макс, да, согласен. То есть, ну, мир тоже ограничен количеством людей, я вам скажу, которые в какой-то теме, да. И по факту, ну, я сам вот сейчас, ну, как бы знаете, да, что, ну, я зайду в свой кабинет, давайте. Так. Торон линк. Оп. Есть такое. Скопируем. И зайдем. Та-дам. Мы зашли. И мы видим, что у нас, к примеру, залогнемся. Давайте возьмем кошелечек. Скопируем его. Я не робот. А, ну, у меня же должен подставиться. Мосты, мосты, мосты. И все. Подтвердить. Залогнемся. Ошибка пользователя. О, какой-то у меня другой кошелечек. А, наверное, сегодня я заходил. Заходил, проверял человечка. Сейчас. Оп. Заходим. Берем. Автобус, 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 автобус. Подтвердить. Делаем логин. О, вот узнаю себя. 2B. Если мы посмотрим, у меня рефералов нет. Но так как мы перешли на смарт-контракт, я буду тоже работать и продвигать. А, следовательно, ну, даже хоть я и SEO, но на смарт-контракт я никак не могу повлиять. Поэтому я буду работать и буду приглашать партнеров. Так что, Ксюш, решать только вам. Через какое время можно ждать подключения трасс-платит к смарту? Хороший вопрос. Ксюш, где-то я даже на рабочем столе сохранял, ну, наверное, не буду сейчас искать, где-то на рабочем столе я сохранял, что трасс-платит сейчас в App3 подключает. Где-то я эту новость слышал, даже, может, мне Максим кидал, что, понимаете, мы не можем повлиять, как на трасс-платит, да? То есть, если кошелек поддерживает функцию в App3, да, есть и другой вариант. О, работает ли этот кошелек, хоть и поддерживает в App3 со смарт-контрактами? Если он работает, да, мы будем добавлять и постоянно, ну, мы же не останавливаемся на одном месте. Вот, поэтому, да, если у вас сейчас TrustWallet, вы можете завести себе TronLink, либо установить расширение SafePal в браузере, импортировать туда мнемоник фразу от TrustWallet и работать через SafePal. Так, теперь конкурент, я буду рад. Да, 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 согласен. С очереди все понятно. Люди расстраиваются, что они их не предупредили о заморозке. Ну, я это, конечно, понимаю, да, это знаете как? Я в свое время, наверное, скажу, вот, честно, очень не люблю сравнивать, но оно будет прямо в тему. Я в свое время, когда, ну, был еще амбассадором, да, не запускал своих проектов, а я пришел в Амир, где мне сказали, здесь все надежно и здесь все стабильно. И именно это меня очень сильно привлекло в этой компании, да, и поэтому я очень, ну, как бы, я и благодарен и Марату Амировичу, да, за вот пройденный путь, опыт, да, это, ну, многого стоит. Но в один прекрасный момент человек, который меня научил, сказал, мы тебе замораживаем кабинет до полного восстановления компании. И вот тогда у меня разбилось слово надежность. Вот прям разбилось в голове. Я не знаю почему, но вот так случилось. И я хочу сказать, что я с самого первого дня, с самой первой своей презентации, я говорил, что у нас есть очередность. Я на отчетном вебинаре за сентябрь. Я это говорил. Так что, ребят, если вы, ну, не слушали, ну, приношу свои извинения, что, может быть, я не Елена и я не донес вам так. Но если вы все слушали, то давайте, ну, как бы, потом. Так, Алексей, когда будут вливания с венчера в старую очередь? Алексей, уже будет вливание где-то с понедельника. То есть, ну, как бы, понимаете, смотрите, смысл в чем, да? Вот возьмем простой пример, да? У нас, вот, допустим, есть стейк определенных монет, да? Ну, возьмем даже трон. Сейчас он оценивается в 19 тысяч. Мы его стейкали, да, и трон непосредственно конвертировали по цене 6 центов. Мы можем сейчас и по 5 взять, продать. Проблем нету. Ну, то есть, это вот как один из примеров, да? Но тогда это минус, правильно? А если, допустим, а так как у нас смарт-контракт 70% берет на себя, ну, то есть, оплату энергии 30% только на пользователя, если вы видите 56 тысяч, там, энергии нужно, да, то учитывайте, что 70% этой энергии оплачиваем мы. И у вас там впишется там около 20. Вот, в таком формате. Следовательно, нужно ли делать этот отзыв? Другой вариант. Мы дали, допустим, вот вышел токен компании. Компания развивается. Мы крупный держатель этого токена. Ну, по факту, да. Но можем ли мы, имеем ли мы обязательства, ну, как минимум год его не трогать, чтобы не обрушить цену. Потому что, по факту, мы похороним, ну, развивающуюся компанию. Тоже верно. Так что, в ближайшее, ну, вот я же сказал, что будет венчур, будет рост комьюнити на смарте и непосредственно реклама. Все, это будет в Иване, да. Так что, ну, думаю, ответил на твой вопрос. Так, изи кухня, марат 2.0. Ну, во-первых, я бы, наверное, вот, не то чтобы поспорил, а я бы, наверное, опроверг. По одной простой причине. Я не блокирую просто так людей и не имею на это никакого права. И обязательства, которые у нас есть, и куда мы идем, мы движемся. Поэтому, такое себе сравнение. Так, надо было не пугать людей, остановка очереди, просто переложить, поделить свои депозиты. Один на ДЭК, второй на СМАР. И продолжать работать, наращивать депозиты. Андрей, я и в прошлый раз, и сейчас говорю, ребята, переходим на смарт-контракт. Кто хочет работать, кто захотел перейти, да, переходил. Кто хотел работать, если бы не было вот, ну, ждунов, там, или вот этого. То есть, у нас два было пути. Я объяснил, что первый путь, да, мы спокойно бы перелетели на смарт и дальше работали. Второй путь, но выбирает комьюнити. Поймите, если 90 человек дальше продолжает работать, а 10, говорят, мы подождем, то они не сделают никакой погоды. Вот. Ну, то есть, в первую очередь, мы должны смотреть не на тех, кто работает, а на тех, кто не работает. И, возможно, ну, вот такая ситуация. Поэтому тут я даже, ну, комментирую больше не будет. Так, Сергей, предлагаю вывод. Надо создать токен робит и NFT, втюхать их комьюнити. Но, смотрите, мы не хотим запускать токен и, допустим, какие-то NFT-шки. На текущий момент нет. Наша приоритетная задача, это выход сейчас на визуал, дальше выход веб-версии Xcoins, дальше после этого у нас идет сокращение очереди полной за полтора года. И после этого, когда, ну, как я и говорил, да, сумма равна всем выводам, да, вот за полтора года мы на это выйдем, то только после этого, да, будет какие-то NFT-шки. Многие, допустим, уже мне тоже написали такое интересное. Сергей, да, ну, вот, Робин, да, вот у тебя там репутация, да, Xcoins, Робин, это хорошие продукты, да, ну, вот если Робин закроешь, там, это не даст ли какое-то черное пятно, Робин закрываться не будет. Ни Робин, ни Xcoins, ни любой другой проект, допущенный нами. Почему? Ну, а если посмотреть, вы можете даже посмотреть, там, судьбу Олега Тинькова, к примеру, который более 20 бизнесов разных закрыл, ну, открыл, потом закрыл их, где-то хорошо, где-то плохо, да, где-то правительство подмогало, но по факту хороший продукт Тиньков. Из 20 можно, ну, сделать один хороший. Мы же считаем, что рекламная площадка, это, ну, актуальность, Xcoins, это будущее и тоже актуальность, поэтому мы спокойно будем их ввести. Так, вот я жду, он завел знакомый Декс на один круг, так я покручу свои кроны через 3-5 дней, чтобы зайти, я вот не понимаю, Алексей, вопроса, может быть, у меня... Так, давайте, вот я жду, я завел знакомый мне старый Декс Робин на один круг, так я получу свои кроны 4-5 дней, чтобы зайти на смартфон. Нет, Алексей, не получишь, потому что они будут у нас таймер, даже который сейчас, да, по факту выплаты будут идти только от депозита, там, 30 тысяч, там, 32, 35, вот, будет влип, и дальше пойдут выплаты. То есть, если раньше проходили, там, 100 выплат в день, то будет проходить 20, и все зависит от тех факторов, которые вы можете пересмотреть в первые 10 минут видео. Так, Сергей, я полагаю, что вам известно, сколько необходимо выплатить участникам, да-да-да. Раз вы утверждаете, сколько времени затягивается. Это так? Конечно. Ну, Михаил, я даже скажу, у нас есть, там, 3 или 4 человека, которые парсят блокчейн, и все, эта информация открытая, можете прям нажать чек Робин, ну, проверить, или просто взять, парсить всю очередь. То есть, ну, проблем в этом нету. Это информация открытая. Сергей, в прошлый раз слушал, Робин будет работать, как и прежде, разделил ДЭП на 2 части, вот одна застряла. Да, я понимаю, что она застряла, это, ну, часть ДЭПа. Ну, это не значит, что ДЭКС Робин не продолжит работу. Понимаете? ДЭКС Робин, это рекламная площадка, с элементами на текущий момент взаимного финансирования. Не более того. То есть, это не система взаимного финансирования, не суперкопилка какая-то. Это рекламная площадка с элементами. А через полтора года я уберу слова с элементами взаимного финансирования. Их уже просто тупо не будет. Вот и все. Потому что мы идем и делаем Робин Гуд исключительно как рекламную площадку. То есть, я лоханулся, что еще на один круг завел старый Робин, пока не разберутся. Смотри, Александр, я не скажу, что кто-то там где-то ошибся или там, вот как вы написали, да, лоханулся. Ну, то есть, я констатирую факты. Все. Моя задача, да, не, вот, ну, не то, чтобы успокоить. Моя задача открыто сказать, какая сейчас ситуация. Потому что, знаете, мне, ну, разбираться, кто там лоханулся, вот там, а кто красавчик, там, я не знаю, допустим. Есть лидеры, которые там, я не знаю, сейчас все расцеловывают, потому что они писали сообщения, там, ну, в своих группах, там, да. Может, их расцелуют, вау, он придет, сейчас другой проект, потеряет там бабки. Ну, и все скажут, скажут, вот ты козел. Ну, я не спорю. Я говорю, как будет работать наш проект в перспективе. Так, как вы думаете, что доход проекта за 3-4 месяца сможет перекрыться очередь? Ну, очередь не 988 тысяч. А, вы должны понимать, что есть венчур, да, который действительно составляет сейчас, ну, грубо говоря, 240 тысяч, да. И есть очередь, ну, другие цифры, немножко. Если по факту, там порядка около 580, что такое. Вот. Кто-то скажет, вау, это очень много, или очень мало, да, понимаете? Тут же есть объем денег, который всегда перетекает от одного человека к другому. вот объясню вам простой пример, да, смотрите, я зашел на 1000 долларов и вывел 3000 долларов. Правильно? Правильно. Я дальше захожу на 2000 долларов профита. Ну, то есть, зашел на 1000, вывел 3. Я захожу на 2, чтобы свою 1000 не трогать. И надо учитывать, что большинство средств, вот, из суммы, которую я назвал, это профит. Это не личные деньги людей, это профит. И да, это все перекрывается очень быстро. Я даже привел пример, как можно 100 тысяч просто рубить на ровном месте, ну, как говорится, за один месяц. Вот и все. Так, Сергей, предлагаю, чтобы продвигать очередь и сделать более письменным. От одного кошелька принимать раз на смарт в 5 дней. Ну, предлагаю, чтобы продвигать очередь и выход сделать более постепенным. От одного кошелька принимать раз на смарт на 5 дней. Раз на робин по очереди. Ева, я скажу так, мы все равно смотрим в перспективу на смарт. И лично для меня, да, мне будет целесообразнее даже посоветовать заходить всем на смарт, а не непосредственно на DexRobin. Потому что заходить на DexRobin, тут, я как и сказал, есть идеологисты, да, которые там, ну, к примеру, говорят, вау, там, вот, я хочу зайти. Да, если вы хотите, вы можете продвигать очередь, и заходите на DexRobin, но худший вариант, там, на 3 месяца ожидания, да, а в лучшем, там, и за месяц. То есть, вот в этом формате. и тут должен понимать каждый сам для себя. При этом, как я уже неоднократно говорил, вот там, как написали, миллион там, да, я объясню это немножко другими словами. Мы с самого начала, вот если уже конкретно, вот вы возьмите и пересмотрите первое разъяснение Robinhood, я четко говорил, что мы несем стопроцентную ответственность за средства в управлении. А средства, которые идут профитом, они будут пополняться за счет прибыли наших проектов. Поэтому очередность, которая стала, да, если в идеале 3,5 года, да, это она может быть 3,5 года, но если комьюнити и мы идем в том направлении, в котором я описал, она будет не более там от месяца до трех. Вот, венчур, которого мы в мире, год, который не платит, наверное, много профит не даст. Витамин, я не говорил, что у нас венчур только в мире. Не говорил и никогда не буду говорить. Да, в мире есть определенный актив DexRobin, есть, но это не более 20%, как-то так. Почему у меня глючит Robin? То есть мой депозит, то его нет. Михаил, ну, вам нужно как-то, я не знаю, обновить страничку, посмотрите. Так, как я понимаю, планируется полный переход на смарт. Dex остается для тех, кто будет, давайте, ждать очередность по несколько недель. Тогда смысл на старом Dex, если будет, какой смысл в старом Dex, если будет смарт? А у нас, ну, как бы по факту, старый называют, это кошелек DexRobin, а новый называют смарт-контракт. Я скажу, смысл старого, как бы нету, но и как бы есть. Если человек целенаправлен, вот, допустим, у меня ребята там, заручался ликвидностью, да, они говорят, да, не вопрос, мы можем дать ликвидность, да, и они говорят, мы можем и подождать, и три, и четыре месяца, и даже полгода. Ну, без проблем. Но, после одного случая, я сказал, что я заручаться ликвидностью не буду. Зачем мне обязательства и перед участниками, и еще перед людьми, только ради того, чтобы потешить самолюбие этих ждунов? Не хочу. Поэтому, делать этого не буду. Поэтому, все ребята, кто хочет работать на смарт-контракте. Можете назвать конкретную сумму USDT, сколько будет выплачиваться старым участникам, в день, которые сейчас не получили свои выплаты. Вот, пожалуйста, все суммы написаны здесь. 126 плюс 5, 131 доллар. Следующий 55 плюс 2, 57. Все. Этому 20 человеку, этому 23 плюс 24 выйдет. Вот, я написал. Ну, думаю, ответил. Итак, ребят, так, наверное, сразу покажу визуал, чтобы было понятно. Вот такой вот у нас, давайте я разверну. Вот такой визуал. Я вам просто покажу ролик. Это главная страница, которая будет приветствовать всех, входя, ну, заходящих на Robinhood. Итак, развернем. Мы не хотим делать, какую-то такую, как это говорится, не хотим показывать всю полностью картинку, пока не будет первое число. Первого, ну, думаю, до первого декабря уже полноценно мы выпустим. Будут шарики, будет приветственная страничка, ну, и дальше уже поэтапный мануал. Все будет двигаться, все будет вот так вот. Будет красиво, очень. Это такой, просто превьюшка стартовой странички Robinhood. Будет. Вот. Поэтому уже после выхода, реально, ну, как бы, визуала, мы уже идем дальше на рекламный кабинет. Теперь давайте, так, 13 минут осталось. Я покажу людям, как вообще выводить. Так, заходим в свой кабинет, нажимаем чек аккаунт, смотрим, смарт-контракт депозиты. У меня кнопка WinRal активна. Мы видим, две неактивные, одна активная. 26-го, ноября, 18, прибавляем 3 часа, UHC, 19, 20, 21. То есть, время у меня вот здесь вот показывается по UHC. У меня доступна кнопка вывода, видите, здесь нет. Что нужно сделать? Нажимаем кнопочку WinRal, выскакивает окошко. У меня, так как комиссии не хватает, ну, энергии не хватает, у меня 3 крона списывается и 401 с бендвайса. Смотрите, нажимаю SIGAN, заходим сюда, обновляем кошелек, денежка на балансе. Теперь смотрим по комиссии. Как мы видим, не списалось. Еще раз. Все увидели? Почему? Я думаю, знают. Смотрите, сколько энергии списалось. Потому что, 70% затрат идет на смарт-контракт. Вы оплачиваете только 30%. Следовательно, когда вам показывают это окошко, это значит, сколько вообще нужно за отзыв депозита и смарт-контракта. Но, так как у вас, ну, только 30% заберется, обновляем, смотрим. Все, депозит у меня вышел. Заходим на главную страничку. Так, у нас сколько там? 40. Берем 40 из ДТ. Выбираем. Пусть будет 7 дней. Нажимаю кнопочку депозит. Выскакивает окошко, показывает комиссия 13. 10 энергии, так как надо больше, надо 56 тысяч энергии. 13 тронов спишется. Нажимаю сигн. Переходим в кошелек. Обновляем. Видим. А-а-а. Не обновилось. 40 ушло. Смотрим по комиссиям. Один трон. Потому что 10 тысяч энергии не 13, а один. То есть человек 30% только оплачивает. Все просто. Нажимаем чекакаво. Обновляем. А вот, все, пожалуйста, появился 40. На 7 дней. Что-нибудь сложное в этом есть? Если есть, то давайте разберем. Если нет, то тогда нет. Так, это не то. Нам нужен чатик. Чатик у нас вот здесь. Оп. Все. Так. вопросы по смарт-контракту пополнению и по выводу есть? Если есть, задавайте. Так, а мы вернемся к нашим. Так. Так, 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 так. А, давайте я немножко уберу, чтобы у меня было видно. И вот так вот. Все. Так, как я понимаю, планируется переход на смарт. Можно назвать конкретную, а, это я все сказал, нет. Сможете еще дать небольшое пояснение по процентам с 1 декабря. Ламбо. Все просто. На старой очереди, ну, реклама не показывается, доходности нету, просто депозиты сейчас выходят. По смарт-контракту 5 по смарту, 15 по сайту. Все. Так, 20 процентов, да. Мы все одна команда и только мы вместе можем обеспечить плавный переход на смарт. Для этого нужно сейчас продолжать делать депозиты и на смарт, и на робин. Ну, тут каждый решает сам, да, может быть, если у кого-то, как я и говорю, финансовое там положение, почему это? Система взаимного финансирования, да. Если у кого-то позволяют деньги, допустим, заморозить, как в стейкинге, на там 3 месяца, может быть и на 2. То есть, то, пожалуйста, его депозиты в любом случае выйдут. Да. Если же нет, вы можете просто заходить на смарт, что тоже будет помогать выходу очереди из декробина. Так, дураков уже нет. Ну, мерсенар, я тебе скажу честно, вот, лично я даже знаю, да, что после 1 числа на смарт посыпятся люди, вот, те, которые уже сейчас пока в ожидании. ну, а если относиться дураки вообще есть, да, я могу сказать, дураков хватает. Только кто, как считает. Либо считает себя таким, либо нет. Сколько выплат будет в день по старой очереди? Вы же хорошо, вы же хорошо понимаете, о чем я. Ксюш, я не могу сказать. Может быть, выплата стоять в очереди, вот, как, допустим, стоит в очереди на 7 тысяч, да, а, допустим, пополнение пришло на 3 тысячи долларов, да, а может в очереди быть, там, 20 человек по 40 долларов, и тогда на 7 тысяч там выйдет, там, 80 человек. Я думаю, понимаете. Все зависит от суммы на пополнении Робин Гуда. Так, на старом очередь остановилась и очень медленно двигается. Интересно узнать, почему на смарт-контракте тоже нет значимой суммы инвестиций? Потому что, объясняю, есть те, кто взяли пауту. Ну, как вариант, почему нет? Так, плохое качество видеоряда, нет резкости. Андрей, ну, честно, постараюсь решить этот вопрос, да, если какие-то, вот, даже есть замечания, да, или чем-то ты мог бы подсказать, напиши мне в личку, у нас есть тоже пиар-отдел, да, который, ну, как, человек, который отвечает за, этот, визуал, можно сказать, и, возможно, с ним бы какие-то там моменты нашли точки соприкосновения. Нас 572 ждуна, большая половина депозитов на старом робине. Наверное, было неточное информирование, если столько участников не поняли сути перехода. Ксюша, ну, я не могу отвечать за каждого участника, который, там, слушает или меня не слушает. Мне до сих пор иногда пишут люди, Сергей, слушай, а, вот, простой пример, мне сегодня мой друг звонит, говорит, а как сделать депозит на смарт-контракте? Я говорю, ты видел вообще, видел в закрепе? Да, видел. Я говорю, что там непонятного? А он даже не может ответить только по одной простой причине, что, скорее всего, он его не видел. Ну, как-то так. Поэтому, кто там учится или не учится, смотрит, я всегда говорю, приходите, ребят, на мои эфиры в субботу и задавайте вопросы. Я очень рад, что все сейчас, ну, имеют большую вовлеченность. Это классно. Потому что, вот такой бы вовлеченности на каждый эфир, цены бы вам не было. Вот, реально. Сергей, смысла в кошельке Декса абсолютно никакого. Есть смарт, который дает гарантии неприкосновения. Да, я полностью с тобой, Павел, согласен. И именно поэтому я и говорю, что смарт, да, когда на смарте будет там 20-50 миллионов, да, ну, поверьте мне, колыхание в 100-200 тысяч никого уже, ну, все будет плевать. Ну, по факту. Поэтому, да, я только за смарт-контракт. Вот честно. И каждый новый деп рискует зависнуть там на 30-90 без заработка. Тогда, какой в этом смысл? Ну, не то, чтобы зависнуть. Да, в каком-то формате можно сказать и так, Павел, да, но развитие смарт-контракта, оно наоборот, более целесообразное. Уже люди, которые сейчас будут получать, допустим, вот, ну, это же не значит, что завтра не пойдут выплаты. Да, с Робина будут идти выплаты. Человек, что, заберет деньги и скажет, ай-яй-яй, завтра не пойду в Робин? Ну, хорошо, сходи вон в Степан, ну, там потусуйся. Отдай другому человеку. 60% всех компаний к Новому году скамятся. Вот, это статистика. Каждый год 60% скамятся именно к Новому году, потому что не знают, что будет на следующий год. Раз, а во-вторых, на Новый год можно там всякие плюшки, там пряники, ай-яй-яй, шарики, фонарики, акции провести, а потом просто закрыть. Мы по этому пути не пойдем, я сразу говорю. Не точно, это мягко сказано. Сергей, так как мы в ожидании, мы верим в проект, как только выйдут из Робина, мы зальемся в СМАРТ. Да, я же почему и говорю, что деньги будут выходить из Робина и тут же заходить на СМАРТ. Ну, то есть, по факту, то есть, ничего не меняется. Да, изменится количество выплат, это да, но ждуны подождут. Ну, люди вон на СМАРТ заходят, я показал, зашел, вышел, выбил. Какие проблемы? Ну, то есть, и при этом уже в администрации доступа к основному балансу нету. Вот, и они завтра зайдут. И вон через неделю, мы сейчас визуал выкатываем, через неделю у нас будет, может, миллион. И все. Это все делается очень просто. Так, на старом выходят депозиты, если да, то сколько в день? Жанна, я ответил на этот вопрос, да, если, вот допустим, пополнение, ну, из наших источников, как я и говорил, вот, рекламу будем запускать, сразу же завтра не будет пополнения с рекламой, правильно? Нет. С понедельника, я говорю, пенчур будет. Смарт-контракт тоже делает пополнение напрямую на Декс Робин. Вот. И вопрос в том, что если, допустим, тысяча пришла денег, если стоит 50 человек по 20 долларов, да, то выйдет 50 человек. Если будет стоять 2 человека по 1000 долларов, то выйдет 1. Все просто. Когда будет, Ксюш, когда будет подключен клевер? Вот скажу честно, я, ты возьми клевер, попробуй зайти, вот, на Декс Робин Гуд. Мы, кстати, бету закрыли, ну, потому что, мы протестировали кошельки смарта, ой, со смарт-контрактом трона, сайфпала. Кстати, кошелек сайфпала с приложений не работает. Мы с этим обязательно разберемся, возможно, это не на нашей даже стороне, да, но через расширение работает с учеткой. Следовательно, ты берешь, открываешь Декс Робин Гуд непосредственно в клевере в приложении и начинаешь, ну, делаешь коннект, аппрув, если все работает, окей. Если не работает в приложении, берешь, расширение устанавливаешь и с расширения уже пробуешь делать. Вот и все. Если все прошло и там, и там, либо прошло, либо там, либо там, напиши мне в личку, мы, ну, как бы, поговорим и добавим его, не проблема. Сергей, ведь это действительно, что на смарте нет очереди как таковой, а есть стейкинг и USDT. Все верно. Юра, именно так оно и работает. Человек может видеть любую, ну, любое время, насколько стейкинг, то есть, пожалуйста, там принцип стейкинга. Вы можете зайти, допустим, переключиться на очередь, да, и посмотреть любую, вот, кто на сколько дней заходит. То есть, проблем в этом нет. Так, идем дальше, возвращаемся к нашим вопросам. Где они? Это не то. Так, ага, надо вот это сделать поменьше. Вот так вот. О! Так, что происходит? Вот, хороший вопрос. Ничего. Тогда, мне, ценносообразно, ли прямо сейчас сказать, ли прямо сказать, чтобы люди не заводили деньги на Декс, но потому что смарт безопаснее, а для того, чтобы и работать уже только через смарт. Павел, я и сказал, я не могу сказать, все, мы работаем только через смарт. У нас есть те, допустим, да, вот простой пример я тебе приведу. У меня есть ребята, которые, да, им не хочется смотреть вообще рекламу, им это не нужно. Они зарабатывают 20%, там, 25 годовых, да, им интересен доход, вот, ну, на Декс Робине, да, но он же понимает прекрасно, этот человек, что, вот, он говорит, я могу зайти на смарт-контракт, получать своих 5%, да, там, на 90 дней застейкать и все. Но, для того, чтобы проект развивался и все, да, он такой говорит, блин, ну, надо помочь ребятам выйти из очереди, да, ну, зайду я там на 4 месяца, к примеру, да, там, или на 2 месяца, что я останусь в очереди, ну, зайду я своими средствами, да, у меня дохода не будет, я помогу, это создает позитивный фонд, быстрее закрывается очередь Декс Робина, да, и он потом переходит на смарт-контракт, но он помог проекту, именно в этом формате, в плане того, что сам стал в очередь последним, чтобы выпустить ребят, то есть, вот, вот и все, то есть, вы должны понимать, что, тут каждый смотрится, я, конечно, за смарт-контракт, и всем говорю, ребят, работайте исключительно со смарт-контрактом, ну, то есть, я за это, потому, что это прямой переход на смарт-контракт, что нам в дальнейшем не придется на Декс Робине, сделать ограничитель в алгоритме, чтобы любая сумма, которая заходит, автоматически возвращалась, кто-то работает, к примеру, с Траст Валетом, он не хочет, он не хочет ставить себе, Трон Линк, либо Сейф Пал, он хочет работать с Траст Валетом, и вот он говорит, я хочу в старую очередь, ну, как я ему запрещу, скажу нет, ну, помогай проекту, вот и все. Друзья, всех обнял, будет все хорошо, даже не представляете, ну, на стане хорошо, извиняюсь, надо бежать. Все, давай, Максим, удачи. Так, при заходе в Робинс, телефона выскакивает окно, скачайте приложение, его обязательно скачат. Снежинка, я очень рад, что вы заметили это нововведение. Это, знаете, есть такая, ну, вот для сайтов есть, делают, типа, как приложение, устанавливаете себе, и заходите, как через приложение. Да, можете установить, но через него, через приложение, вы не заведете средства, ну, там, не сделаете депозит смарт. Чтобы сделать депозит смарт, нужно обязательно заходить через Web3. Открываете TronLink, и с TronLink в браузере уже заходите на Декст Робин. Либо устанавливаете, как у меня, расширение, и работаете через расширение. Через приложение, вот это вот, ну, как бы, работать не будет. Но, мы не хотели анонсировать, но, в любом случае, если заметили, хорошо. Почему не выплачивать больше процентов рекламы, старую очередь? Чтобы люди заходили, чтобы люди заходили на смарт. Объясняю, Ксюш, я за справедливость обоих очередей. И я не хочу, чтобы кто-то, да, я понимаю, кто-то сейчас из-за остановки остался. Но, все, по факту, должны быть в равных условиях. Именно поэтому, мы и говорим, что и там, и там, ну, то есть, очередь остановилась, там доходности нет. На смарте будет, ну, то есть, пока мы не остановились, у нас была справедливость. в этом формате. То есть, комьюнити сам и решил. Поймите, не мы, как-то так правильно сказать. У меня был вариант, да, решить вопрос, ну, как-то, может быть, полумирно, или что-то там, да, да, но зачем? Комьюнити должно быть готово. Если мы сплоченные все дальше двигаемся, да, то мы бы спокойно перешли на смарт и дальше поработаем. Ну, то есть, вот и все. Это же не решает один человек. Это решает сотня, если не тысяча. Так, почему не принесли все депозиты автоматической смарт? Ксюша, объясняю, автоматически нельзя перенести депозиты в смарт-контракт, потому что каждый участник, кто заходит на смарт-контракт, я даже, я же, если смог бы перенести на смарт-контракт, получается, я бы мог и зайти под вашим кошельком и вывести деньги. Только тот, кто со своего кошелька привязываешь коннект, делаешь апруб, заводит деньги, только этот человек сможет из Декс.Робина и обратно отозвать деньги. Нельзя мне, соседу, для чего и сделать смарт-контракт, нельзя, вот правильно написал, ну, теоретически, технически невозможно. Откуда бы пришли деньги на смарт, туда они не уйдут. Почему? И это очень круто, даже по безопасности. Бывали моменты, помните, как полевые транзакции. Ой, даже мне где-то кидает, давайте посмотрю. Так, Receive. Вот, 001, вот это вот полевые транзакции, да, 001, 001, ну, закидывает человек. То есть, по факту, есть полевые транзакции. Сейчас, когда вы делаете депозит на смарт-контракт, ни одна полевая транзакция не пройдет. То есть, только с вашего кошелька, вам не нужно думать там адресную книгу, сохранять, либо что-то. Напрямую с сайта делаете, все. Так, энергия для смарта предоставляется с кошелька Трона. Если энергия на кошельке смарта закончится, она будет списываться с кошелька участника? Да. Если закончить, ну, смотри, она берется не с кошелька смарт-контракта, а с кошелька создателя. А создатель является Dex Robinhood, ну, то есть, наши рекламные, ну, кошелька. Следовательно, если там энергия закончится, то она будет браться с пользователя. Именно поэтому у нас 20 тысяч USDT застейкана, и энергия каждый раз пополняется. У нас сейчас больше миллиона там энергии, полтора миллиона, и Bandweiser, наверное, тысяч 10. Поэтому, да, энергии достаточно пока. Но мы все равно не доводим до того периода. У нас там полтора миллиона из 8 миллионов, допустим. За день 8 миллионов набегает. Какая справедливость? Вы неделю назад говорите, чтобы работать дальше по старому в темпе. Переходите в очередь стать. Как теперь доверять? Ксюш, ну, я, наверное, очень много на ваши сообщения отвечал, да, и по факту ваша позиция, ну, как бы, мне понятно, да, важно понимать, какую я позицию доношу до вас. Вам либо прислушиваться к этому, либо не прислушиваться. Всегда на 100-200 человек найдется, ну, как это говорится, 1-2 человека, которые, знаете, потерял кошелек, да, и говоришь, вот, виноват таксист, с которым я ехал. Не ты невнимательный, а таксист виноват. Всегда будет такой человек. Именно поэтому я скажу, Ксюш, я думаю, я ответил на максимум. Если будет конструктивный вопрос, я на него отвечу. Добрый вечер. А почему не оставить на сайте хотя бы 50% дохода от просмотра на время перехода с мать? Так. Так. Не оставить. Сейчас, 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 сейчас. На сайте хотя бы 50% дохода от просмотра рекламы на время. Смотри, Витнору. Объясняю, что сейчас доход от рекламы, это не доход, как бы, физических денег. Это больше доход статистический. Потому что, по факту, любой просмотр рекламы, оно там, в лучшем случае, 5 баксов в месяц дает. Да. Сейчас больше это статистический для рекламодателей. А мы только визуал первому числу выкатываем. Я думаю, понимаете. А после выкатывания визуала уже рекламные кабинеты. Все. И только после этого мы можем брать рекламу. Именно поэтому я всем отказывал в... ребята, которые говорят, мы уже готовы дать у тебя рекламу. Я говорю, пока ждем. Так. Думаю, все. Фух. 10 минут. Так, ребят. В общем, если есть, как вы прогнозируете, как быстро закроем отсюда. Я вообще, вот, Кость, я думаю, если с самого начала слушали, я сказал, я вообще хочу до Нового года. Потому что сейчас те инструменты, когда мы можем, ну, до Нового года, в легкую это все закрыть. Но вопрос в том, что, разъясню, может быть и 3 месяца. Но 3,5 года там, которые декларировались, закрыть за 3 месяца, ну, я думаю, понимаете, пушка. Но при этом это зависит еще от всех нас. И от комьюнити, которая будет заходить на смарт, и непосредственно от нас, и может быть от тех, кто хочет в старую очередь стать. И непосредственно от продвижения продукта. Все зависит исключительно и от комьюнити, и от нашей работы. Со своей стороны мы делаем просто максимум. Почему бы на смарте не снизить доход до 10% и пустить в пользу замороженное то кому-то 20%, другим ничего? Валентина, эти вопросы уже обсуждались, и я скажу, как, да, мы оставляем 20%, да, потому что заход на смарт, это, ну, продвижение. я думаю, каждый понимает, да, и именно с такой доходностью, да, мы можем закрыть, по факту, очень быстро старую очередь. Не только с марта, да, с такой доходностью, но и непосредственно продвижением. А как я и анонсировал, уже ближе там, я не знаю, там, вот когда мы начнем с венчура полноценно доставать деньги, да, апрель, май, месяц, мы будем делать уже недоходность, ну, будем переходить не от доходности по депозиту, почему мы и сделали от 20 до 5 тысяч на, непосредственно, депозит, а мы будем делать доходность от рекламы. То есть, по факту, рекламодатель пришел, оплатил нам, допустим, там, тысячу долларов, да, если у вас депозит на 100 долларов был, да, то вы получаете по факту, там, ну, не знаю, 10 долларов за просмотр. Но будет по-другому. Тысяча долларов, вот этот вот, который оплатил рекламодатель, будет делиться на количество, там, регистрации или просмотров, либо чего-то еще. Оно делится. И каждому уже будет, не от депозита, он делает депозит для того, чтобы получать рекламные предложения. И сможет зарабатывать, там, он зашел на 5 тысяч, ну, долларов, ему дается, там, 15 предложений в день. Он зашел на 100 долларов, ему дается 3 предложения в день. И он зарабатывает полтора бакса. Поняли? Не 10 баксов от его депозита. Почему я и анонсировал тогда, и сейчас говорю. Мы будем переходить от процента депозита до доходности от рекламодателя. Но, чтобы получать нам доходность от рекламодателя, нужно сделать визуал. После визуала нужно сделать рекламный кабинет. После этого нужно взять рекламу. как мы можем знать оплату за рекламу, если мы еще не сделали рекламных кабинетов. Так, будет ли начислять реферальные в старом робине? Да, все так же само. Ктюш, по реферальным никаких изменений нету. То есть, спокойно работайте, они вам падают вот в личном кабинете. Так, ну, давайте, чтобы было понятнее. Кошелек скопировали. Секундочку. Хопа, скопировали. Command V. Зашли, хлопнули светофорчики. Подтвердить лагин. Вот. А оно у вас здесь будет на total, ой, на рефералках. При этом акцентрирую внимание, что total balance от 100 долларов выплачивается автоматически. До 100 долларов, спрашивали, когда будет кнопка. После прикрутки визуала. То есть, выпустим сайт в новом визуале, после этого появится кнопка. Уже будем работать. Так, будет ли, у меня есть смарт, но тасков нет. Это надолго? Смотри, с первого числа мы включаем оплату за просмотры, ну, то есть, сейчас, вот даже, смотри, у меня тоже есть таски, да, ну, вот. Я сделал, мне далось. Давайте мы вырубим, обновим, устать все. Вот. Но доходность составляет 0. Как вы видите, это адрес, если что. Да и чисто статистически. Следовательно, после первого числа, как я и говорю, мы обратно восстанавливаем, и получается, 15% будет идти на сайте, и 5% будет идти по смарт-контракту. Все. То есть, вот, next offer, и мы смотрим 0. То есть, вот и все. Думаю, понятно ответил. Так, все, ребята, если какие-то вопросы будут, да, то, пожалуйста, пишите их в наш чат комьюнити, если какие-то моменты непонятные, пишите в комментарии сюда, то есть, без каких-либо вопросов. На сегодня все, не хочу вас задерживать, суббота, приятных выходных, и движемся дальше. Все. Всем пока-пока. Суббота.